В эфире «Самая живая среди ртутных» и «Самая ртутная среди живых» рубрик программы Галилео, которая называется «Эксперименты». Помните, друзья, как вы сидели с ртутным градусником под мышкой, пытались надуть в этот градусник побольше температуры, чтобы не идти в школу? Конечно, помните. Поэтому у вас сложилось наверняка впечатление, что ртуть двигается только тогда, когда ее нагревают. Ничего подобного, друзья. Ртуть может двигаться, я бы даже сказал, бегать, даже без всякого воздействия на нее температуры. Вот я панацидил из градусников немножечко ртути. Буквально 50 градусников пришлось купить, разбить, поползать по полу и вот смотрите результат. Вообще говоря, ртуть и ее пары очень опасны, поэтому дома никогда этого не делайте. Мне можно, я не дома все-таки, а в студии Галилео. Друзья, ртуть – это же металл, хотя он и жидкий, но металл очень похожа на какую-то маленькую часть жидкого терминатора. И, кстати говоря, в 13 раз плотнее воды. Прям вот держу сейчас немножко ртуть, а она тяжелая достаточно. Так вот, есть у меня ртуть, и слава богу, есть у меня и азотная кислота 20-процентная. Тоже дрянь редкостная, поэтому дома тоже с ней не балуйтесь. А мне опять же можно. Вот у нас есть чашечка Петри. Сейчас я кислоты этой азотной напетрю в чашечку Петри, малеха. Ну, смотрите, я ничего не боюсь. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ага, прекрасно. 20-процентная кислота сильно не прожигает руку. Так, с дымком, но не сильно. И в эту же кислоту немножечко в каком-то фильме я это видел. Тоже все было в черном латексе. А, хотя ладно, господи, о чем я. Дорогие друзья, значит, аккуратно ртуть добавляем в азотную кислоту. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Покапало, вон она, полетела. Красивые такие шарики летают. Мало того, что они летают, эти шарики. Они еще, ох, не опрокинут бы все это на себя Итак, дорогие друзья, смотрите, что происходит Обыкновенная капелька обыкновенной ртути Спокойно себе расположилась на дне чашечки Петри А теперь возьмем наш любимый калий двухромово-кислый Или мы его знаем как бихромат калия Помните, да, мы с помощью этого бихромата калия как-то делали прекрасный вулкан Так вот, возьмем этого порошка чуть-чуть И, внимание, посыпем на эту чашечку Петри в район, где располагается наша капля ртути Гули, 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 гули О, побежала как, вот смотрите как бегает Ой, как здорово, давай, давай, бодрее Сейчас я возьму свою любимую стеклянную палочку Сейчас мы ее растормошим Ну-ка, давай-ка, давай-ка побегай Побегай, давай-ка побегай Видите, да, что происходит? Капелька, грубо говоря, ведет себя странновато О, красиво как! Итак, друзья, что происходит? При соприкосновении ртути с раствором хромпика Раствор хромпика это хромат калия В азотной кислоте начинается химическая реакция Вследствие которой поверхностное натяжение в месте протекания реакции сильно уменьшается По этой причине на каплю ртути начинает действовать сила Направленная от чистого раствора в сторону окрашенного раствора То есть в направлении кристаллов хромпика и капля приходит в движение Так как в реакцию вступают все новые и новые участки поверхности капли Реакция идет с разной скоростью и в разных направлениях Мы с вами, собственно, это и наблюдаем Почему у нас реакция заканчивается? Потому что у нас капля ртути покрывается этим хромпиком И уже перестает взаимодействовать с окружающей средой Что мы с вами и видим вот сейчас Как только капелька становится светлой, вот она побежала, вот она, вот она, бегает, бегает, бегает Она перемещается Как только капля полностью покрывается хромпиком Она уже перестает взаимодействовать с окружающим миром Поэтому, друзья, если ртуть такая непостоянная, что ведет себя непредсказуемо в разных ситуациях Да ну ее нафиг! Давайте не будем пользоваться ртутными термометрами А будем пользоваться современными термометрами электронными Да здравствует технология, да здравствует технический прогресс Друзья, забирайте отсюда все, пожалуйста Потому что пары ртути, они очень ядовитые Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова